Он нажимается, как кнопка. Почему он не включился, как у всех? Давайте начнем с этого. Кажется, что я только что платила макбук. Мне пришло мое заветное уведомление о том, что я могу забрать заказ. Если быть честно, оно пришло еще вчера, но все свое 1 августа. Я привела в больницу, поэтому вчера никак не могла пойти в выдачу. Я, честно, просто не верю. Как будто я просто иду за посылкой на зоне забрать гречку. Знаете, как я люблю. Я отстояла небольшую очередь, и прямо там мне нужно было вскрыть посылку, чтобы посмотреть, не побежали на ли сама коробка. Там было очень много пупырки, я не могла ее долго открыть. Вроде бы все хорошо, коробка целая. Я тут с этой пупыркой иду, я не знаю, куда я выкину сейчас. И, конечно, оно в обратном пути, и я пошла забирать посылки со зона. Я пришла домой и хочу вам просто вкратце объяснить, что сейчас вообще происходит. Это мой первый ноутбук от Apple. До этого я никогда их не видела. Да, я случайно записала уступление в замедленном режиме. Дубль 2. Вы знаете, что у меня есть мой компьютер. Вот он, как бы рабочий, казалось бы, все хорошо. Нужно подождать минут 5-7, пока он включится, загрузится, откроется браузер, тормозит, зависает, в общем, много всего. И выходит так, что я перехожу с Windows на Mac OS. И после распаковки ноутбука я расскажу о своих впечатлениях, не есть что сказать. Ну а пока самое интересное, уже долгожданное, это ASMR-распаковочка. Субтитры сделал DimaTorzok Так, а теперь о насущных проблемах. Почему он не включился, как у всех? Этот ноутбук, как вы могли понять, я заказывала в интернете, потому что так было дешевле. И вилка для зарядки мне, конечно, пришла не наша привычная, а какая-то американская, либо европейская. К счастью, мне тоже бесплатно положили вот такие вот переходники, которые на самом деле по качеству супер плохие. Вот просто на ощупь, на вид они какие-то супер дешевые. А это как? Как этим пользоваться? Пойду гуглить. Я разобралась, оценивала, насколько это выглядит эстетично. Нереальный монстр получился. Какая-то музыка. Я как человек, который вообще не привык к трекпаду, я всегда за мышку. Я не знаю, как тут смахнуть. Вернусь к вам, когда уже будет настроено. Спустя минут десять я поняла, что... Он нажимается, как кнопка. Он нажимается, как кнопка. Мы чуть не забыли с вами про Озон. Про это я не шутила. Очень такой жесткий и грубый. Мне это не очень нравится. Отзывы на него были исключительно положительные, поэтому я, скажем так, немножечко подрастроена. Но хотя бы внутри, самое главное, он чуть помягче. Мне сумочка, косметичка в комплекте, чтобы класть провода. Будет тоже удобно. Упаковка первая, нажатие, все такое было вчера. Давайте пару комментариев по цвету. У меня это Starlight. Вообще, MacBook Air. Давайте начнем с этого. 112 гигабайт. Он вышел в 2022 году. Кстати, у меня часы тоже в цвете Starlight. Это такой мини-мэтч, знаете, который вообще никак не заметный. И особо мне ничего не нужен. Но самое главное, это то, что находится внутри компьютера, а не его внешний вид. Вчера у меня вообще особо не было эмоций. А сегодня, как только я проснулась, первое, о чем я подумала, это то, что у меня теперь есть свой компьютер. Могу сказать, в общем, это самое, что впечатление у меня складывается только положительное. Сейчас мой рабочий стол выглядит вот так вот. Мне очень нравятся эти обои. И давайте вместе зайдем в Safari. Я много раз говорила, что работаю всегда в двух вкладках. Одно окно для любимого YouTube. А во втором могу свободно искать что-то в интернете. Например, решать EG. Если бы это было правдой. Это все приложения, которые есть на данном ноутбуке. В эту папку я сложила те, которыми я явно не буду пользоваться, но которые не удалишь. А вот эти приложения уже были изначально. И мне пора ставить ноутбук на зарядку. Ну а я хочу сказать всем большое спасибо за просмотр. Мне было очень важно поделиться этим событием с вами. Надеюсь, что вы правильно поняли посыл этого видео. И будете искренне за меня рады. У вас тоже будет все, что вы только захотите. Я в тебя верю. Ну и всем пока-пока.